Ты открыл дверь своего сердца Поставляющая нам величайшую радость Это сознание того, что Бог дает нам уверенность в том Что мы принадлежим Ему, а Он нам Три источника дают нам такую уверенность Библия, Крест, Дух Святой Мы рассмотрим каждый из них подробно ниже Откуда я знаю, что я получил жизнь вечную? Откуда я знаю, что Христос никогда не оставит меня? Потому что Бог сказал это в Своем Слове Библии Библия полна обетований Божьих для всех, кто верует И полагается на нее В этом опора нашего христианства Это ключ к тому, как стать христианином Она руководство к продвижению по пути веры Мы не можем полагаться на чувства Если ты устал или болен Если у тебя неприятности или несчастье на работе или дома В такой момент ты можешь и не чувствовать, что Христос с тобой Чувства переменчивые Следовательно, на них нельзя положиться Напротив, на Божье обетование можно положиться Потому что Он их никогда не отменяет Откуда я знаю, что Бог любит меня? Иисус сказал Бог так возлюбил мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечную Так любит тебя Бог Это все, что тебе нужно знать Бог послал Иисуса Христа умереть за тебя на кресте И даровал тебе вечную жизнь Как я могу быть уверен в том, что Иисус живет во мне? Иисус сказал Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему И если ты решился впустить Христа То Он дает тебе несколько твердых обещаний Он говорит определенно и ясно Войду к Нему Он не сказал Могу войти, если ты окажешься достойным Не полагайся на чувство Если ты просил Его Ты можешь быть абсолютно уверен, что Он вошел Потому что Он это сказал Бог всегда держит свое слово Как я могу быть уверен в том, что Он всегда будет со мной? Иисус сказал Любовь Божия проявилась, как ни в каком другом Приходящего ко мне не изгоню вон Одним из последствий грехопадения является наше отлучение от Бога Поэтому Он кажется нам таким далеким, нереальным и безразличным страданием и нуждам человека Заблуждение многих людей в том, что они думают, что могут восстановить связь с Ним своими силами Они надеются вернуть Его расположение, заслужив Его добрыми делами, честностью, религиозностью Но Бог принимает нас такими, как мы есть На единственном основании Иисус совершил за нас то, чего мы сами никоим образом не могли бы совершить Только Голговский крест может приблизить нас к Богу Устранить пропасть, которая нас разделяет Возвращение к Богу Открыто для всех, кто перестанет полагаться на свою самоправедность И возложит все надежды на Христа Крест возвещает, что Бог готов простить нам все грехи ради жертвы Христа Медленная, мучительная смерть Христа заменила кару, которую мы заслужили И полностью искупила нашу вину перед Богом Это хорошо понимал Петр, один из учеников Иисуса, когда писал Иисус сам вознес грехи наши телом своим на древо Другой апостол Иоанн тоже констатировал этот факт Он явился для того, чтобы взять грехи наши Он сам есть умилостивление за грехи наши И поэтому, как утверждает Павел Ныне нет никакого осуждения за грех тем, которые во Христе Иисусе Все, кто положился до Иисуса Христа Не предстанут на Божий суд Наказание уже совершено Иисус принял его вместо нас на кресте Именно это Он имел в виду, когда воскликнул Совершилось Он расплатился за грех всего человечества Крест говорит о безмерно высокой цене, которую Христос уплатил однажды за всех Если мы отдаем свою жизнь Иисусу Христу Мы получаем от Бога прощение Каждый грех изглаживается Более того, Бог обещал не только простить все грехи, но и забыть о них совершенно Как будто они никогда и не существовали Апостол Иоанн пишет И кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха Христианин Это вовсе не тот, для кого решение следовать за Христом подобно дилемме Предпочесть теннисный клуб или пойти в церковь Христианин это тот, кого привлек Христос Он сказал Не вы меня избрали, а я избрал вас Христианин призван быть учеником Последователем Иисуса Христа Это значит не только знать Его, любить Его, надеяться на Него Но и абсолютно во всем подчиняться Ему Иисус сказал Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною Отвергни себя Говоря это, Христос не имеет в виду лишить тебя сладостей во время Великого Поста Или сделать твою жизнь чуть-чуть менее роскошной, нет Это означает нечто более радикальное Сказать «нет» своей старой эгоистичной натуре и сказать «да» Христу Ученик значит учащийся И как ученик я решаюсь слушать Иисуса и подчиняться Ему Я отказываюсь сделать что-либо по своему усмотрению Следовать своим собственным желаниям Отныне право управлять Мною принадлежит Христу Он – Господин и Хозяин всего, что я имею Я несу ответственность перед Ним за все, что я делаю И право решения передаю Ему Возьми крест свой Для Иисуса крест означал боль и позор Одиночество и отвержение Страдание и смерть Иисус призвал своих учеников следовать за Ним И не смущаться, когда они встретят непонимание и сопротивление на пути Может быть, именно сейчас крестьяне Больше страдают за веру, чем когда-либо в истории Нести крест – значит пожертвовать собой Христос отдал на кресте за нас свою жизнь И Он призвал учеников отдать свою жизнь Ему Христианин – это тот, кто стал членом Божьей семьи через веру в Иисуса Христа Церковь – это второе название Божьей семьи Церковь – это не здание Это семья, состоящая из людей, которые принадлежат Богу здесь на земле И будут обитать с Ним на небесах Эта семья состоит из братьев и сестер Родных не по крови и плоти, но объединенных Духом Святым Который дает им любовь к Иисусу и друг к другу Церковь – это не какое-то религиозное учреждение или объединение Католическое и протестантское, например Это величайший, охватывающий весь мир живой организм Состоящий из людей различных рас, культур и разного интеллектуального уровня Тех, кто верует во Христа и посвятил Ему свою жизнь Быть христианином значит принадлежать ко Вселенской Церкви Но также и к одной из поместных церквей Кажется нелепым говорить христианам о хождении в церковь Они всегда посещают церковь, но что очень важно Чтобы они приходили туда для встречи и общения с Господом Субтитры создавал DimaTorzok